Приветствую вас. В первую очередь, я не очень понял, у кого, с кем остался ребенок, да? То есть, если, образно говоря, ребенок остался с вами, то смысл выходить тогда с ней на связь, если она не интересуется. Если же ребенок остался с ней, фактически, и вы потеряли связь с ним, с ребенком, то в таком случае можно говорить о том, что вам необходимо прямо так ее известить, что либо, значит, ты даешь мне возможность пообщаться с моим ребенком, да, с моим сыном, с которым я имею полное право общаться, вот. Либо, соответственно, я подаю тебя, там, в суд, к примеру, за то, что ты огражаешь меня от ребенка, вот. То есть, ваша бывшая жена, она, ну, поступает, так веро видимо, из-за какого-то чувства вредности, может быть, из-за желания вам осомстить, вот. Я уж не знаю, конечно, вследствие чего она так себя ведет, вот. То есть, тут нужно смотреть, на это, на это ответят, на это можно ответить, только проанализировав ваши отношения с ней, вот. Ну, мне кажется, что тут так, вот. То есть, фактически, что фактически вы ее никак не сможете заставить, да, с вами общаться, если она этого не хочет никак, вы никак не заставите ее это делать. Вот. Поэтому, мне кажется, что здесь вот вариант, только, только такой есть вариант. По поводу того, что вы не верите в долгосрочность ее отношений, я могу сказать только то, что вы к ней, видимо, еще не ровно дышите, что вы еще не завершили с ней, по видимо, отношения, потому что, ну вот, судя по тому, что вы пишите, вас, видимо, волнует еще, что с ней, может, происходит. Происходит, вот, вас волнует, что с кем она, значит, что она делает, вот, и так далее. То есть, это вот такая история, и, на мой, на мой взгляд нужно, учитываться обязательно, вот, то, что, может быть, вы к ней еще не ровно дышите. просто надо. Как и она к вам, вероятно, тоже. Вот. То есть тут, конечно, желательно, вот, отстраниться от неё, да, и чисто вот просто решать вопрос, связанный с ребёнком, непосредственно. Вот, там всё. Припилитать отношения и сшиваться с ней, это не очень хорошо. Многие, к сожалению, люди, многие, к сожалению, родители не могут сохранить отношения после развода, тем более, что вы бежите, что вы выразили с вами месяца назад, что это не такой большой срок, чтобы эмоции улеглись скандалом, тем более. То есть, скорее всего, скорее всего, какие-то обиды, видимо, имели место быть. Вот, ну, у вас обоих. У неё, вероятно, больше обид на вас. Ну, как она думает, по крайней мере. Вот. И, соответственно, ну, кто знает, может быть, она хотела поддерживать с вами связь, рассчитывая только, что вы извинитесь и, там, например, вы хотите её вернуть, её вернуть. Вот. Это очевидно, что такой договор, такой договор, вот договор общаться ради ребёнка, что именно в вашей ситуации он, ну, практически не может быть без, без контекста какого-то. Так что, ваш вопрос, который вы задаёте, вы пишете, значит, что мне сделать, чтобы наладить с ней контакт, только через, либо по-хорошему просто, либо через органы, ну, через суд, через органы опеки попечительства, либо у вашей жизни нет стимула с вами общаться. Вот. И, если честно, мне кажется, что вам её не замотивировать с вами взаимодействовать. Ну, мне так видеть, что если бы она хотела, вот, с вами взаимодействовать, она бы, я уверен, уже давно бы это сделала. Ну, что ли, она бы, не теряла бы с вами, изначально никакой связи. Вот. А так мне видится ситуация достаточно однозначной. Вот. То есть, ну, совершенно очевидно, что она, наверное, пытается вас всех, вами, точнее, пытается манипулировать. Вот. Вот. Позволять ей. Этого, конечно, нельзя, ни в коем случае. Вот. Ну и свои права оставить. В принципе, ну, тоже нужно это без вариантов. Вот. Вообще, на самом деле, несколько странный момент, что, вот, если у вас, вроде как, ребёнок, да, которому, ну, которому одиннадцать лет, одиннадцать, одиннадцать лет, и вы хотите сказать мне, что у него нет, э, средств связи с вами. Вот. Вот это, вот этот, мне кажется, несколько странным моментом. Самый, что, у подростков одиннадцать лет, мне кажется, мне кажется, мне кажется, э, сто процентов есть телефон. Сто процентов. Вот. Самый лучший бы с ним связь поддерживать напрямую, не через маму. Вот. И вам мама совершенно не обязательно не нужна, чтобы общаться с Рибер. Вот. Ну, мне так, опять же, мне так, э, мне так, э, видится, э, я так, э, вижу, э, этот момент. Вот. Вот. Вы, конечно, можете считать по-другому, это, э, безусловно, ваше право. Вот. Но мне видится история именно, именно такой. Вот. А, на этом всё. Я надеюсь, что, помог вам, если у вас остались, э, вопросы дополнительные, э, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад, э, вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам.